В полу опустивший хутер. В этом хутере хата моей бабушки. Я приехал к бабушке, вышел так, наблюдали. Было такое покинутые хаты, стоят три пацана мелких, и грунтами земли поцеляют в полу. По нашему дымоходу, ну это обычная хата, а дымоход старая хата из Бурга, там элементарное витро без крышки. Поперевернули, так как укрепили, потеряли их под себя, не могут попасть, ну пацаны мелкие там, на вскидку лет десять. И стал искушенным после трех-четырех попыток. И наконец-то они уже ходили, вот пловно такие, хэруха, уже ли грудка попала, и комы с грохотом скатился с крыши. Все там, ух ты. Она была как, хм, ця шевел, я не хочу. Я вот, вот эта вот, эта вот сценка, я всегда не вспоминаю, когда я смотрю на эти потуги многих тысяч современных художников, и в том же самом центре. Вот. Когда там что-то вдруг мелькнет, и ты его спрашиваешь, этого художника, а вот скажите, вот как, хм, ця шевел, я не хочу. То есть бывает, иногда что-то случайно получается. Это ужасно. Ладно, не будем философствовать. Я хочу напомнить интересную истину, что по определению самого, если факт интересный, простите, по определению самого Александра Кольдера, в какой-то степени вдохновил его на такие поиски, в таких сначала проволочных вариантах, а потом, самое главное, в вариантах подвижных каких-то элементов, мобилий, вдохновил его все тот же Марсай Дюшан, которого мы знаем, как большого затейника. Понимаете, когда в 20-е годы, в 16-м году, в 1916 году дадаисты, я делюсь с ним, Марсай Дюшан придумал всякие штуки. Это было классно, потому что это было впервые. А когда сегодня это в тысячные, то это уже неинтересно. Вот Марсай Дюшан написала такую картину, она называется «Обнаженная девушка, спускающаяся по лестнице». Вот как бы много, много фазных движений. Опять же, даже и он здесь был не оригинальным, потому что мы знаем, что футуристы, итальянские художники, футуристы, под предложительством маринези, тут же Джакомо Павло. Делал такие штуки, когда делал многочастные, многофазные изображения движения, например, бегущие таксы рядом с барышней. Мотив все тот же. Вот это повторяемость все дает ощущение какого-то новой структуры. Но он не видел Джакомо Павло, еще на северине кольда, он видел Марсай Дюшан, вот этого девушки. И он откровенно пишет в своих, так сказать, эссе, что это повлияло на его творчество и поиски каких-то новых решений. Вот, без словно, в Вашингтонской национальной двери отдел современного искусства, вот когда туда заходишь, там висит весьма из ярких размеров мобиль Джона, простите, Александра Кольда. Вот, смотрите, ну вот здесь неудачность вот этого, а может подняли? Нет, 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 сейчас. Вот отсюда нельзя. Я? Ага, точно. Вот, вот эти расы, видите, вон человек стоит, в недорогом стоит. В какой-то момент, когда эта машина медленно вращается куда хочет, вот эта лопасть разная проходит на вот это, вот это. На расстоянии двух сантиметров сорок от перина, огромный соблазн, ну хотя бы пощупать. Понимаете, и многие щупают, в принципе, даже и не запрещают, типа они говорят, там, не помните, там, 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 и так далее. Там даже, там даже вот этот кончик несколько заиноженный, понимаете, вот такой. И, вот знаете, там даже ощущение грандио. Ну, на расстоянии, не знаю, это, да, это все длинно проплывает в абсолютной тишине, только кое-то дешевле людей, и вот оно плывет, плывет мимо тебя, знаете, такая плоскость инопланетного корабля, который вот так вот свисает. И сейчас вот близко, 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 тебе приблизится, вот здесь это лучше можно почувствовать. Такие вещи у Кольта получаются весящие. Вот это, собственно, снаружи так выглядит, это, на компасе, в Вашингтонской национальной горе, левое ее крыло, где представлены от современной антисной истории. А вот та самая классическая конструкция, о которой я вам сегодня, с самого начала говорил. Собственно, вы знаете, чтобы представить себе, что такое ленд-арт, по-моему, глубокое движение, достаточно посмотреть одну, про работу, ну, он сильно, он считается, ну, лордом ленд-арта, Роберт Смитсон, о котором я вам говорил. Вот это и есть та самая спиральная перестань, на этом, в соленом очереди, розыгрыш в штате Львитов. Как сам Роберт Смитсон говорил, его привлекла именно эта местность по одной простой причине. Цвет воды здесь имеет такой окрас, что довольно красиво, контрастно освечивает от этих самых насыпанных, насыпанных дамб из камней, релины песка и водорослей. Кроме того, очень важно для него только то, что в этом озере есть однострамное свойство. Здесь довольно регулярно вода то поднимается, то опускается. Трудно сказать, по какой причине это озеро, соленое озеро. Но, тем не менее, и вот иногда это, это спиральная перестань полностью уходит под воздух, и вот там возникает ощущение некоего движения. Некоего, как вы знаете, ну, факта искусственного. Фактически, все остальные проба пера, так или иначе, ушли вот в этом направлении. Да, некоторые авторы, например, такой автор, как латиноамериканец, где-то у меня есть. А сейчас, одну секундочку, латиноамериканец, где-то его выписал. Ага, Эдуардо Сангвинетти. Эдуардо Сангвинетти в 1979 году, он художник и философ, создал так называемую скульптуру в земле. В пустыне Вапапа, он сделал некие конструкции из дерева, из атомических веществ, в огромном протяженном пространстве. В общем-то, там не было каких-то особых фигур. Там сами вот эти деревянные дупла, стволы деревьев, он их как бы погружал половину любовностью в землю. И по его мысли, самое ценное было потом, когда вот эти самые деревья стали отжимать всякого рода существа. Где-то какой-нибудь там кайман, ворал, там, лящерица, где-то змея, где-то птичка. Вот это почему-то вызывало у них вообще глубокомыслие возгружение по поводу всякого рода. Кстати, Роберт Смитсон погиб, но он погиб, по время создания своего самого амбициозного проекта. Он летал на Техаса, потому что он там строил... Он написал это секс в 58-м году, интересно по названию. Выпадение разума Массада, двоеточие. Земляные проекты? Ну да, земляные проекты я вижу. Но чтобы это было выпадение разума Массада, ну, пожалуй, нет. Наверное, это все-таки слишком сказано для таких вещей. Так вот, в Техасе хотел сделать проект Скат Амарио Луно. Очень где-то перекликается, вы сейчас мне официально не скажете, правильно, с пустыней Наска. Если кто-то из вас бывал или смотрел картинки, когда летишь на кукурузнике, ну, у них такой кукурузник, ужас. Мне посчитывалось быть в Латинской Америке в 12-м году, и сказали, ну, чтобы вам полетать 15 минут с каждым по 100 долларов. А у нас был очень такой бюджет ужатый, и поэтому мы там облизались и залезли на вышку. Ну, с вышки мало что видно, всего 2-3 фигуры, но видно. Там вышка, там каких-то там было, типа, 8 евро. Так вот, вот нечто подобное, он задумал, создавая критические... А чем это отличается, по большому счету, от тех самых рисунков в пустыне Наска? Короче, господа, получается, что это говорит на... Внимание! По моему глубокому убеждению, на рисунке пустыни Наска, это огромная профанация. Пустыня Наска, одна из самых сухих пустынь в Латинской Америке. Ну, едешь, ждешь, вернуешься, Наска. Вот, увижу сейчас эти рисунки. Это какая марка, помните, там, бабочка, там все эти матемии, ты их уже изучал по прочению, там ты уже знаешь, что ожидал. Вот, ну, сказали, мы решили, что 100 долларов тратить не будем, залезем на вышки, с вышки тоже было видно, рука была видна с вышки, так, что ж, так, 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 так. Спускаемся, там такая оградка. Вот, да, идет трасса, шоссе, там все время драки катятся, эти здоровенные автомобили. Вот тут оградка, вот тут вышка, и рядом с вышки, конечно, 5-6 торговцев, что-нибудь там продают, сувениры, Наска, 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 такие рисуночки, там, наверное, макеральники и все, все прочее, как прилично, подходим в кассу, мы уже платили, чтобы наружку залезли, и говорим, я ему, ну, можно ли я вот так переступлю, рукой потрогаю, ну, приказнусь, ну, интересно. Значит, фактически, как делаются, как эти рисунки сделаны? Я вам вернусь, вот так будет ширина дорожка, вот так вот, не больше. Здесь камни покрупнее, и здесь камни покрупнее, а здесь камни совсем мелкие, или совсем мелкие, а дальше пустыня, и там камни тоже помельче, чем вот идущие по этому краю и по этому краю. Все. Не-не-не, ну, ну, сеньор, нельзя, это же он, но, но. Я его снова прошу, я говорю, я на цель почерплю, но, 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 сеньор, я понимаю, что он хочет денег. И меня берет зло, я говорю, как это нам? Если я только что был на вышке, я видел, на вышке, и там видно светы от мотоцелена. Ви-ви-ви, там, нам, знаете, на красивых фотографиях не показывают. От каких-то бакеров приперлись, явно. Ну, да, сеньор, да. Ездят тут некоторые, он там один, понимаете, на 15 километров. Ну, и вечером все оставляет, он ходит себе домой, в свой поселок Наска. А я плечей аккуратно не могу. Я постоял, вижу там хамуи вдалеке, километра три. Я говорю нашему руководителю отряда, ну, у нас маленький. Вот, ребята, что, вот, какие еще планы? Говорят, а мы пока сидим здесь, ждем рейсового автобуса, а автобус там ходит два раза в день. На одном мы приехали, а второй придет часа через три-четыре. Куча времени. Вот, и мы, я решаю еще один человек, пешком дойти до тех холмов, потому что если подняться на холм, то там тоже будут видны какие-то другие фрагменты Наска. Дешевые сидели. Единственное, что очень жарко. Снова началась жара. Ну, спалили себе плечи. Короче, мы идем туда. Заходим за большой расстоянием, чтобы не раздражать этого вредного латиноса. И, конечно, там уже из-за порчика нет. Мац, 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 то, что я вам говорю. Вот такой ширины дорожки. Тут камушки, здесь камушки. Когда я был на вершине вышки, вышка метров двадцать пять. Довольно высокая вышечка. Знаете, паучинька такой идет. Ну, довольно крепкая, слаженная. Я все время наблюдал, как по... Ну, на обозревом расстоянии я просматривал, ну, метра восемьсот. Раз. Диаметр. Вот. Я наблюдал, как, ну, пустыня, понимаете, Наска. Температура воздуха сильно нагревает. Там все время возникают виши-виши. Так, знаете, интересно. Такие вот мини-смерти. И я экстраполирую, я думаю. Вот я сейчас сегодня тихий, ясный, солнечный день. Сегодня ветра в пустыне нет. А я считал, что там бывают весьма серьезные ветры. Значит, бывает намного сильнее. Ну, сами, сами скажите, господа. Вот у вас здесь камушки. Ну, вот как мукула, мне больше, для русла. И вот здесь камушки. А дальше, ну, там, там не песок. Там, это пустыня состоит из более мелких камней. Таких, ну, типа, типа гравий. Знаете, мелкого гравий. И если вот это в жизнь идет, отретьте мне, если вы не будете ухаживать за этими рисуночками, через сколько месяцев их полностью занесет в чертовой матери и раздует. Правильно. Это через полгода не будет. Это я вам говорю со своим здравым смыслом. Потому что мы часто наблюдали, как природа все приводит в состояние уравновешенности. Да? Природа стирает значительно больше нарывы на своем теле, чем камушки вот здесь и камушки. Я когда об этом сказал сеньор, сеньор стал глубокомостно наговорить, но я ему уже вообще не верил ни во что, поскольку до этого он не соврал, что там все такое святое и неприкасаемое, а натоциклетные колеса, знаете, шурули по этим местам. Ну, да, черт, я мой, мой, я говорю, как же камни, шурули. Да, да. Так вот он сказал, нет, ну, тут такая особенность воздуха, что вот больших смерчей не бывает, вот, и дорожки не замываются. Ну, там вранье просто, понимаете? Я-то думал, что пустыня Наска имеет рисунки, которые, ну, я же видел рисунки, сфотографированные с самолетом, то там такие, мы говорим, каменюки. Знаете, если массивные довольно камни, да еще достаточно плотно интегрированные, довольно плотную поверхность пустыни, то да, можно думать, что они могут существовать, пятьсот восемь, и якобы эти рисунки, якобы, где-то там, чуть ли не с пятнадцатого века, понимаете? Или там четырнадцатого? Да кому было и плохо? По моему глубокому убеждению, это фальсификация. Одна немка их открыла, она свою жизнь на это положила, она там жила многие годы, там возник у нее там целый концерн, по мнению, по происхождению. Вот. Ну, открыла и открыла, а вот происхождение очень-очень-очень-то мало. Кстати, задайтесь вопросиком. А, нет, мы пока не можем задаться. Но все-таки задайтесь. Через какое время? Или в каком состоянии? Ну, просто, просто вопрос. Вот надо где-то пойти в интернет, и в каком состоянии меньше спиральный пристань гениального масса Радарта, да? Господина, о котором мы только что говорили. проворота Смитсуна. И тогда, наверное, будет более понятно. Если мне кажется, что она сейчас еле видна, это будет вообще совершенно естественно, потому что природа сглаживает все. Да. А в Дюбае пальмы это тоже что-то похожее? Я не знаю, как это. Это насыпные острова. Вот это пальмы. Дюбае. А в чем особенность этих пальм? Что тоже очень симметричные и красиво сделанные рисунки. Подождите, Жилые отели. Они высажены таким образом? Они насыпаны. Как острова. Насыпные острова. А, размеры? Ну, вот примерно... Там отели. А? Там отели. Это искусственные острова. Ага. Они очень большие острова. Понимаете, если... Я же вам только что сказал. Если бы я видел в пустыне Наска камни, ну, хотя бы размерами по 200-300 килограмм, там, а сверху самолет, это кажется просто дорожкой, то, наверное, можно было бы думать, что вот какая-то там внеземная цивилизация чего-то там забабахала, или какие-нибудь там майя, предки майя, тольтеки или ульмейки оставили нам эти штуки. А для чего, мы не знаем. Но там камешки смогут лакать. Они не могут по определению так хорошо благосотраняться. В силу разных причин. А так, кстати, там и дожди бывают. Вы знаете, что в пустыне Наска бывают дожди? По крайней мере, в 2012 году я сам видел вдоль дороги в пустыне Наска цветущий хлопчатник. Я обалдел. Вот такой светочек. У меня эти фотографии. И вот такие рытвины. И сами эти самые, так сказать, аборигены говорят, вай, вай, вай. Уже последние пять лет такого дикого дождя в пустыне Наски не было. То есть, там потоки, там селевая грязь шла. Понимаете? Потоки воды. Ну, то есть, ну, как в Латинской Америке. Контрасты. Жарко, 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 жарко. А потом, ну, как раз в период дождей приехали туда. Зима, это у них период дождей. У них дождь, 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 дождь. Но обычно дождик такой. Ну, без ощущения злых, без ощущения урагана. Ну, наверное, бывают и более интенсивные. Но это мы отмеклись. Легко. Вот тут показан замысел проект, так сказать, нашего господина Роберта Сминсона. И будем постепенно заканчивать. Это мы уже с вами сегодня видели. Итак, послушайте Островского. Так этот дождь ничего такого выеденного яйца не стоит. Да, может быть, это будет обидно воспринимаемо, адепт обиден этого направления. Я это воспринимаю как фактически определенное проявление творческих порывов свободного человека. И мне нравится. Мне только не нравится, когда из этого пытаются сделать нечто экстраординарное. И сравнивать с какими-то, ну, великими человеческими творческими проектами и совершениями. Потому что я остаюсь в убеждении, что только если вы приложите величайшее усилие, если вы достигнете максимального совершенства в том направлении, которое вы для себя выбрали, в искусстве, в воротах, в архитектуре, в скульптуре, в прирописи. Только тогда вы можете претендовать на то, чтобы остаться в истории человечества эдакими артефактами, эдакими монолизами и сикстинскими мадоннами, образно говоря, о которых стоит говорить с приподнятыми интонациями. А так...